друзья всем привет сегодня у нас ремонт крыши nissan leaf и бампера бампер показывать не буду там только сколы с чище за грунтую а по крыше при транспортировке автомобиля из америки есть такие вот типичные повреждения натирают то что едет сверху пленка потому что едет долго плывет точнее по морю крышу решил делать всю по крайней мере влаг загонять все потому что крыша имеет ряд повреждений которые растягивают ее ремонт то есть тут шпатлевки не будет здесь будет только грунт был в нескольких местах ямочный ремонт у меня тут то есть ямки убрал кроме 1 до 1 не могу добраться вообще под усилителями и клеем ее тоже не достает детал сейчас палец поставлю тут ямка вот ее убрать не как мне именно у меня шпатлевать но обсудили с клиентом не будем шпатлевать эту яму дабы не было потом никаких нюансов порядок действий по крыше такой и находим повреждения кроме явно видных это такие как сколы скольчик скольчик далее почему вся крыша потому что вот скольчик и и и еще где-то один также в районе ближе к сзади где-то тут видел короче небольшой так больше повреждений как бы нет то есть все что нам нужно сейчас сделать это переднюю часть крыши по крайней мере здесь разработать аж до сих пор до металла есть убрать потому что риски глубокие далее вот этот скол который уже с микро ржавчиной такой то есть имеется ржавчина внутри его нужно разработать вот в такую зону где вот эта часть должна быть открытым металла чтобы можно было положить кислотный грунт тут то же самое со сколами ну тут поскольку они с краю и рядом повреждения вот это тут до металла проще снять все давайте сейчас проверим толщину что у нас по толщине получается 133 короче мне нужно попасть хотя куда попадать крыша все лаком накрывается то есть она где-то будет 170 180 тут в районе также до наверное до 200 дойдет потому что грунт которые будут перетирать вручную мокрый по мокрому тут не проканает потому что будет контур тянуться с которым я буду могу в камере мучиться тут дешевле и надежнее сделать два тонких слоя поскольку повреждений именно шпатлеванных нету сделать два тонких слоя грунта сверху кислотника и перетереть его перетереть проверив плоскость убрав переход на старое лакокрасочное потому что ступенька мокрый по мокрому все равно будет видна после краски этого хочется как бы избежать что я буду применять по расходному материалу и инструменту собственно почему интересно показать эту крышу здесь будет комбинированы работа на сухую и работа с водой объясню почему я забыл заказать короче у меня на складе просто какого я работаю не один и ребята довольно таки быстро и втихую выработали всю шестисотку у меня нету сухой шестисотки приедет она аж наверное во вторник а сегодня воскресенье то есть я ее заказал ему пока отправят пока приедет машина уже будет готова к отдаче за это время у меня есть наждаки для работы с водой восемьсотка тысяча двухтысячки и тут как раз полигон действий хороший чтобы спокойно все что у нас целый лак отработать с водой замотать под покраску влажные тип подготовки остальное на сухую порядок работы будет сначала с водой потом на сухую не наоборот чтобы на металл не попадала влага и заодно тут покажу новую машинку роз которую себе купил пневматику почему она и как она работает ее особенности здесь же deros здесь же будет deos когда будем перетирать грунт вот он весь арсенал инструмента который мне нужен для работы ручные бруски тут не понадобятся потому что ручной брусок заменит уже вот этот deos машинка в работе уже побыла мы ее пощупали поюзали поняли ее плюсы и минусы после грунтования дальше чуть видео расскажу что как чем понравилось чем не понравилось deros давно известный аппарат им будем снимать здесь лакокрасочная а то сейчас это пока что на подготовку нас не участвует и это роз пневматика нужна для работы я ее купил исключительно для работы с под полировку ход эксцентрика два с половиной пять миллиметров это уже там каждый выбирает сам кому что нужно нужно я так скажу это и другая поэтому меня их две кстати дальше в конце видео когда ждется расскажу плюшку одну о которой уже говорил инстаграме скидывал ссылки ну мало ли может это не видел так вот сейчас на эту машинку одеваю 800 q для работы с водой и фигачу всю крышу так берем 3м это восемьсотка почему с водой потому что она уже на сухую отработала свое теперь я буду работать водичкой водичка смачиваем и смачиваем слегка поверхность можно в принципе всю эту работу сделать и серым скотч брайка даже на сухую или с водой это такое не столь важно но машинка отработать гораздо быстрее будет по времени нежели дубасить это все вручную да и проще элемент у нас полноценно ровный никаких заковырок кроме сколов которые мы увидели нету поэтому ручной труд тут будет не оценен еще очень важный момент перед началом работ поскольку у меня в системе воздушные нету масленок точнее я ее не подключал на если не работает капать хотя бы одну-две капли поскольку и периодически работаем прямо в штуцер приемный масло идет в комплекте пробежал все перемотал только надо вот сюда проверить высохло кое-какими плямбами не промотовано не пойму на заводе такие мусорины крупные откуда во заходила сюда матовался бы можно было видеть тут 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 надо разработать вот тут . нашлась еще которую тоже надо стирать поэтому тут будет разработана вот пойдет угол целиком то есть вырабатываться аж а что да потому что делать вот так вот три пятна рядом не имеет смысла это будут потом три контура нельзя так делать на всю крышу я потратил минуты три-четыре где-то пока вытер пока обдул еще там пять минут десять в общем дома ту еще пройду чуть попозже наверно возьму знаете новую тысячку сухую как-то с водой что-то этот наждак не видно как работаешь один минус огромной работы с воды ты не видишь что ты делаешь это конечно печально то есть так в общем как бы промотовано играет прям совсем хорошо дальше там чуть хуже вода с водой работать дешевле это факт идем дальше нам нужно для размотовки взять наждак не крупнее чем 180 чтобы не делать жесткую линию на это электричка орет что-то тут у нас лифт нам пищит чтобы не делать жесткую риску такую то есть я возьму 6 180 и на доросе пятерочки поснимаем все вот это до металла ротокс брать не буду не вижу смысла чтобы метод никуда не ускакал ничего лишнего не царапнул 180 кубитрон 5 миллиметров берас подготовленные грунтованию почувствовал тут было небольшое повреждение снизу кусочек он выгревается единственное что осталось это легкое напоминание вот это вот самом низу а так все ровненько и сколы просто счищается чтобы не было никаких проблем покрыться наши заготовлены все таким образом уже подгрунтована эпоксидным преобразователь нам подгрунта чисто по металлу прошел с баллона раз конвертер порядок был такой 180 240 320 и 400 размотовано все уже чуть наперед решил под покраску последним пройду восьми сотками есть восьми сотка сухая нашел в сетке ей пройду и остаток уже там сервер скотчбрайт покажу кстати мерковский скотчбрайт не оставили привозили чисто на говорит попробуешь действительно интересно стоящий покажу его плюс один сейчас сюда накладываю два слоя грунта первый здесь заканчивается 2 чисто погранички как накладывать буду не показываю смысла не вижу в этом ничего сложного покажу что получилось итак у нас тут просыхание прошло хорошо не оставил на получается ночь день и ночь и уже полдня следующих короче высохла по любому здесь два слоя лежит тут тоже два слоя что мы сейчас будем делать я возьму сейчас мирку дэос плоскую машиночку расскажу о ней нюансы которые я уже для себя определил и покажу что ей тут можно сделать но без дэроса без эксцентра не обойтись в этом случае никак также мне за это время пришел на пробу новые колоксы на закину для меня новые они продажи уже давно именно под покраску 400 600 800 оселекс и всякие flex оселекс проставка к ним здесь я перетрусь 600 кай потому что среди сотка до сих пор в сетке мне не пришла под покраску остальное там серый скотч брать там еще пробегусь приступаем сначала все проявляем на дэосе буду работать 320 с пылеотводом кубитрон наждачок и перебьем здесь плоскость что мы имеем ход эксцентрика 3 миллиметра у этих машинок самое то для перебивки под покраску работать на ней сильно крупным наждаком в плане вычесывать шпатлевку эффективно но смысла глобального нету потому что ручным банком скорость получается нифига не меньше а качество по плоскости гораздо лучше чем этой машинки именно на работе крупные потому что движение у нее получается она такое же эксцентриковая потому что эксцентрик как и у круглой но за счет того что тут ребро у ребра острый она рисует и реально рубит крупным наждаком ступеньки не вариант на мелких наждаках уже выходит на тот уровень что мы получаем плоскость лучше чем от ручного рубанка и гораздо быстрее мы эту плоскость получаем поэтому ее предназначение которое я реально вижу у себя это первое ленивые места которые руками сложно тереть уголочком подлазить второе плоскостя пробивать именно под покраску но мне к сожалению еще не пришел наждак 400 500 на нее 320 допустим 500 проскочить не трогая здесь круглым эксцентриком вообще ничего не элементарно все готово две минутки потрачено две из преимуществ этой машинки не надо нажим вообще никакой только вводим направление даем и эксцентрик то есть один и тот же наждак от ручной работы и от эксцентрика оставляет разной глубины риску то есть режет также как ручной но глубина риски за счет движения эксцентрика меньше значит будет легче перебить следующим наждаком скорость работы да собственно и все а дальше пошли у этой машинки минус минусы такие по каким-либо округлым поверхностям нормально уже не поработаешь ставим мягкую проставку у меня есть но здесь она не нужна сильно в овалах каких-то внутренних даже рядом подходить нельзя потому что нарубает сашка уже попался раз крыло переделывали одно то есть нарубал на ней таких елочек видно стало только после лакировки как минус что еще что еще да так собственно и все цена конечно космос просто она дороже чем deros по факту использования допустим необходимости ее конечно полностью заменяет ручной шлифок короткий вот она то есть у них размер подошвы одинаковый но скорость работы у нее гораздо выше поэтому это уже такая игрушка знаете когда есть возможность ее взять да она работу ускоряет шикарно качество чуть-чуть вырастает скорость вырастает по реальному использованию без этой машинки конечно никуда а без это еще можно обойтись теперь здесь уже стоит у нас 400 в сетке и бампер перетирал взял себе на тесты по пачке 320 400 жаль 600 почему-то нету скажу свое мнение такое что работает она в принципе не заметил чтобы дольше чем мир кабранет в сетке вот мир кабранет в сетке по цене она получается у нас дороже чем мир кабранет не знаю почему поэтому я ожидал от нее большего по факту не зашло кстати 6 соточка лежит может она еще живая две штучки доработали их на крыше 6 сотки пацаны говорят нету а вот это что лежит толпа целая зашибись вот когда работаешь уже не сам сложно следить за тем что где закончилась мне сказали что да на складе ее нету но она на столах лежит причем в огромном количестве значит хорошо доработаем теперь тут сейчас расклеюсь 400 600 и в принципе мы закончили на торцах покажу колокс просто покажу расскажу что я не почувствовал так тут у нас все готово по грунту теперь снял скотч имеем тут рубец если его ничем не обработать это жесть я думаю всем это понятно беру у кого ксах крупненький это у нас асселекс по градации примерно где-то там 350 360 я им без всяких оправок подрубаю чисто краешек самый острый потому что если брать мелким мы его залижем и он у нас будет смотреться некрасиво все что я сюда залезу на ребро я потом подотру уже более мелкими градациями удобный наждак тем что он тонкий тонкий складывается легко и вот эти градации режут хорошо допустим fine у 3м он так не режет за счет своей мягкости тут его сложил получается жестко на палец и погнал то есть в этом огромный плюс плюс он с липучкой можно спокойно прилепил на липучку что это такое это у нас под скотч попал грунтец который разъел ну короче он с металлом отработал просто ушел под скотч впитываться так вот этот наждак можно лепить на проставку и работать на проставки но также у него один огромный минус это цена цена конская конечно даже по сравнению с тремом посмотрим как он отработает дальнейших видео я скажу свое мнение по поводу длительности работы у него что цена конечно может быть и конской но он может работать в разы просто дольше на что и в принципе надеемся покраска сейчас не одеваю маску чтобы можно было поговорить да и вытяжка продувает вроде нормально и все но на воде это не приветствуется по серебру существуют биндеры для переходов но знаете вот у реклера как-то у реклера у лизанала вот я работаю лизаналом проблем с переходами нет то есть биндер как бы применять нет необходимости для понижения да Сейчас минут 5 обдува естественного и еще слой обкидаем. Второй слой. Продолжение следует. 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 особенно вот тут. Если единичный еще можно там вручную чуть-чуть зашлифовать зону, то трезаком тут по-любому надо пройтись вот здесь. Не помню что-то такое. Такое еще не как будто в базе что-то на грибово. Потому что на лаке таких сырин это жесть. Причем в одном месте только такая. Тух-тух-тух. Не там ли где я салфеткой остановился на базе. Ну короче оставим это загадкой неизвестного. 1500 не берет. Обалденный ковокс вот эти вот для полировки системы. Мне прям нравится. Надо что-то мне делать с потолочными фильтрами. Хотя вроде и не с них сыплет, потому что все остальное нормально. И лак был с длительной межслойкой. И не могу понять откуда у меня мусор. Уже честно заколебало. Так. Смотрим. Смотрим. Еще на руку проведем. Потому что некоторые незаметно там на лампу не попадают. А на руку проводишь. Хоп там поймал допустим. Вот что-то небольшое. Ну так вроде и все. Не проблемные места. Теперь возьмем сейчас машинку. Сюда закинем 3000 тразик. И поскольку трезак работает с водой, водой тут подливаем и полируем. То есть в этом случае прокатывает только эта машинка. Электрические машинки вообще запрещено работать с водой. Потому что их можно просто уложить. Одеваю новый трезак. Трешка. Смачиваю водой. И смачиваю там зону, в которой будем работать. Работать буду локально. Так как есть. Конечно в этом случае идеальный маленькая подошва. Но у меня ее пока что нет. Но обязательно надо купить. Очень удобно. Именно в точке можно работать. Вытираем, сушим, смотрим. Огромный минус работы с водой. То, что надо все высушить хорошо. Иначе не увидишь, что ты сделал. Но работа с водой дешевле получается на полировке, нежели работа на сухую. Потому что наждаки работают дольше при такой работе. И сами наждаки дешевле, чем для работы по сухую. То есть тут надо чисто выбирать уже под принцип работы сервиса. Если есть время, конечно, можно и с водичкой пополировать. Подготовить под полировку. Когда времени нету. И чисто локальные участки. Можно, конечно, взять на сухую и потереть. Там это будет оправданно. А если, допустим, такой полигон, есть необходимость загонять целиком в наждак, то тут рентабельно только с водой. Потому что время сушки воды и цена дороже наждака для работы на сухую, она очень сильная. Вот тут все. Главное убедиться, что мы перебили направленную риску от брусочка. Теперь. Это пока что лучшее, что я нашел для первого номера работы именно. И сам первый номер у Автомеджика работает реально офигенно. Круг мерковский мех. Желкий. Это тоже на данный момент пока что лучшее, что я нашел для работы именно с этой пастой. Как ни странно, я даже пробовал... Ну, даже покупал именно от этой пасты. Точнее, по рекомендации к этой пасте Круги. По-моему, это Магвайрс. Ну, могу ошибаться. Не помню точно. Не зашли ли мне. Вот именно мерка себя показала пока что лучше всего. Сейчас отполирую тут и покажу результат от этого меха и этой пасты на серебре. Серебро, в принципе, несложное в полировке и результат от меха и этой пасты можно считать финишным. Ну, все. Сейчас она остынет, потому что поднагретая такая вся. Прямо аж повело крышу. Мех очень хорошо греет. Все, были где-то тут сарины. Сарин нету, риски нету. Но на серебре, серебро идеально в полировке. Серебро, вот такие белые цвета, солидные. Они офигенные полируются, потому что на них глянется очень высокий. И вот это вот отражение у серебра теряет. Все, черные, конечно, так не прокатят. С черными там работы гораздо больше. Все. В принципе, полировать тут больше нечего. Вот первый номер у автомагика дает офигенный блеск. Я прямо удивлен. Надо еще попробовать мерковские пасты. У меня нету на все время. Я как-то сделал отдельное видео. У меня там пасты, наверное, штук 16 уже перепробованных разных. И пока что тормознулся на этом. Все. По цвету, значит, проблем у нас никаких нет. Даже с учетом, что вот тут перепыл идет. То есть, ну, покрашено куском крыши. Никаких переходов. Никаких биндеров я не использовал. Ничего. Вот нравится мне эта вода. Для таких дел. Один только как бы минус. То, что я заметил. У леклера на воде он чуть дольше испаряется, сохнет, нежели тот же лизонал, когда я в Германии работал. Это, конечно, минус. Но попадание по цвету. По карточке беру. Никаких проблем. Взял. Нашел карточку. Открасил. Все нормально. Нашел сирину. Надо убрать. Сорина или кратер? Не могу вам показать. Камера не фокусируется. Камера видит лампу. Короче, сорина надо убрать. Настолько блестит хорошо на серебре, что камера фокусируется на лампу. А не на соринку. Ну и все. Сейчас помою машину. Оботрем и посмотрим на нее уже готовую к отдаче. Потому что, видите, всякого такого. Много там тряпками шорков. Тут воду размазал. То есть, некрасиво пока что еще. Все, машина помытая. Машину мыть лучше... Перед каждой отдачей реально лучше мыть. Потому что можно обнаружить что-то, допустим, там не дотерли, не дополировали. То есть, после того, как помыли, это будет хорошо видно обнаружиться. Отдавать надо машину чистой. Не важно, в каком состоянии вы ее взяли. Так, я, в принципе, насухо идеально не стараюсь вытирать. Я больше, знаете, как высматриваю те места, с которыми я поработал. Потому что, в общем, в остальном, еще ее надо будет протереть потом, перед отдачей, пройтись чистой сухой фиброй. Ну, а как раз вот через полчасика ее можно пройти, натереть насухо. И будет вообще пушка. Так, по машинке теперь. Вкратце. В принципе, эта машинка полностью заменяет нам Дерос. Где-то он уже ушел. Один только ее минус. Это расход воздуха. В районе там 450 до 500 литров. Не помню точно. Во всем остальном, у нее только плюсы. Цена в три раза дешевле электрической. По весу. Ну, плюс-минус. Честно, не взвешивал, но чуть-чуть тяжелее, кажется, на ощупь. Ходы эксцентриков. Выбор такой же, как у электрических. Пылеотвод. Пожалуйста, она со своим пылеотводом. Классная вещь, в принципе, классная. Мне она нужна именно для работы по-мокрому. Брал ее в магазине Бимарт. Именно на эти машинки. Мерки, Росы. На, по-моему, 20 штук. Уже часть из них разобрали. Он дал скидку с промокодом PAINT. Ее цена будет 4 900 с чем-то там гривен. Сейчас розница у нее 6400. Ну, как бы неплохая скидка. Те, кто успеют, рекомендую взять. Больше таких не будет. Во-первых, эти машинки уже сняты с производства. Ну, на гарантии как бы все висит. Но их больше не будет. И такая следующая пневматика, которая вышла. Прос. Она реально дороже. Гораздо дороже, чем эта. Хотя по функционалу такая же. Вот. Ну, на этом, в принципе, все. А ссылку на нее оставлю. Потому что у нас был такой уговор с магазином. Да, они дали хорошую цену. Я оставлю ссылку именно на эти две машинки. Давай, 5 и 5 миллиметров эксцентрик. И промокод. Укажу какой. Если кто хочет покупать. Какой промокод. Ну, он действует. Сразу скажу. Действует только на эти машинки. Потому что уже были люди, которые с инстаграма там перешли. Пытались купить что-то другое. Промокод только на вот эти росы. Ни на что другое. У них и так классные цены в магазине. Так, ну, в принципе, все. На этом мы заканчиваем. Я тут пока отмывал машину. Походил, понаходил. Что с ней было. То есть, там крылышки деланы. А почему бампер был делан. Интересно. Так вроде, когда ходишь вокруг машины. Ну, машина-то машина. Ничего такого не замечается. А когда уже сидишь. Точечно улазишь. Начинаешь находить находить косички мелкие. Ну, то такое. Все. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите в комментарии. Желаю всем удачи. И пока. Продолжение следует.